привет 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 песеры с вами морж 23 июня пятница у нас на календаре а значит самое время подкрывать шоу таймов которых завезли нам вчера вчера принципе пару слов я уже об этом сказал даже видео другого товарища репосту где принципе согласен с тем что что он говорит все это было в моем телеграме ну а теперь давайте посмотрим сколько золота выдает к нами чтобы поймать собственно всех троих и так тут у нас мбп статы хороши форма стабильная с навыками проблем нет есть проблема только в том что почему не дать ему специальный навык который был у нас у центральных нападающих шоу таймов маркинес классная карточка сразу хорошие статы в защиту в принципе все тут тоже хорошо тоже стабильная физическая форма тоже все хорошо с навыками у него кстати уникальный навык есть у единственного здесь ну и хотим и из этого пока я бы выделял просто хороший крайне защитник как вы понимаете а я так уж и полузащитник излили мне абсолютно не интересен я вообще не знаю что он делает в шоу тайма шоу таймах правда у хотим и обычная физическая форма что немножечко печалит но тем не менее ладно пять мелочи золото у меня есть и так тут у нас еще специальные карты да и что-то я чую когда будут специальные карты тоже у нас не будет собственно белого ободка по стадиону да то есть канами решила нагребать интригу но это явно не шоу тайм это кто-то из марселя да вот какому если честно я не был готов ну ладно ну ладно то есть когда будут выпадать вот такие карточки тоже ободка не будет поэтому сразу определить будет ли шоу тайм или нет у нас к сожалению не получится ну хоть какую-то интригу добавили на самом деле то есть хоть какая-то интрига вот опять же вот здесь может быть а нет как я понимаю у шоу таймов такая голубые стрелочки голубо-белые а фиолетовые именно у этих ребят который типа из команды года ладно я вас понял я вас понял пока что ограничиваемся специальными картами и ну какими мне собственно и выпадает да если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт пишешь мне в личку в телеграме ссылка в описании закрепленном комментарии там же мой телеграм с новостями там же чат где уже больше 1300 человек самый большой чат по пес где в принципе ты можешь и пообщаться и товарнички договориться поиграть вот это все обсудить ну короче я думаю вы поняли а по поводу карт шоу таймов если честно мне нравится дизайн этих карт мне нравится как они выглядят мне не нравится что постоянно пихают одних и тех же игроков это раз а второе мне конечно же не нравится такое наплевательское отношение к нами к нам что они не добавляют этим картам даже специальные навыки то То есть в чем проблема была дорисовать Мбаппе специальный навык, который был у центральных нападающих. Так, тут у нас, оп, а вот и первый шоу-тайм. Вот и первый шоу-тайм мне выпадает. Так вот, в чем проблема была не дорисовать Мбаппе этот навык, тем более он уже есть в механике игры. То есть все, что нужно было в файле Мбаппе, добавить одну строчку в коде и все. Ага, лиль. Да, это не Мбаппе, это не Маркиньес, это то, что нахрен не надо. Но Канами почему-то решает так. То есть такое ощущение, что я ленивый. На самом деле я иногда вот просто не хочу там выпускать видео, хотя я понимаю, что там займет это час времени может потратить и все будет нормально. А я потом себя уговариваю это час времени потратить. Вот тут типа я себя не оправдываю, я ленивый. Но насколько ленивый Канами, мне еще до них учиться, учиться и еще раз учиться. В чем проблема для шоу-таймов не сделать постоянную форму Б хотя бы, как у Легенд и собственно Икон. Ну, то есть это не сложно, это не сломает игру, это не будет на гипсобабло, но при этом люди хотя бы будут понимать, на что они тратят свои деньги, за что они платят. Канами же идет по какому-то абсолютно только для них понятному пути. Да, кстати, золото у меня закончилось, поэтому еще на 5700 докидываем, почему бы и нет. Все-таки надо это все дело добивать. То есть есть простейшие решения в этой игре, которые сделают игру лучше. Вот коп у нас был, люди играли в него. Я не скажу, что мне он нравится, я не скажу, что мне нравится его реализация. Но это было как, ну, что-то интересное, а вот, кстати, есть что-то интересное в виде второго шоу-тайма. Ну что ж, Мбаппе или Маркиньос, давайте смотреть. Но люди в него играли, они типа сказали, что это был тест, сейчас они его закрыли. Когда он будет доступен в нормальном варианте, хрен понятно. И как бы ты сидишь, разводишь руками, канами, новостями не делится, какими-то планами не делится. Дорожной карты у нас как таковой нет. И вот мы сидим. Мы сидим, а тем более сейчас лето, сейчас реально мертвый сезон. И я не знаю, такое ощущение, что можно просто на канал вешать табличку переучет и возвращаться где-то в сентябре. Вот до сентября, я думаю, ничего прямо интересного в этом мире происходить не будет. Ладно, Мбаппе мне выпадает, 3 900 золота еще, ну и надо забирать Маркиньоса уже. Раз полез в это болото, то, естественно, забирать нужно всех. И таких решений, вот на самом деле я же общаюсь с одними ребятами, с другими ребятами, таких решений сотни. И они не направлены, ну то есть это не такие глупые решения, типа раздайте всем по 10 миллионов голды и сделайте все бесплатно. Нет, эти решения никаким образом не ломают финансовую заинтересованность в Konami. Хотя на то, вот я глядя на то, что они делают в игре, у меня такое ощущение, что у них и финансовой заинтересованности нет. Даже вот прикол с этими шоу-таймами. Вот ребята через меня донатят, я могу примерно пару сегменту сказать, насколько шоу-таймы хорошо продаются. Так вот, я вот просто приведу как пример, один день эпиков Барселоны, это как неделя шоу-таймов, ну вот примерно. Если по общему количеству рублей брать за день, сколько люди вкидывают. Вот, кстати, кто-то и вкинул 3300 от Инду. Ладно, посмотрим, что там за Инду и на что он вкинул. Ну а тут у нас пока что еще нужно поймать Маркиниса. И явно же, такие же отчеты, которые могу делать я, да, естественно, в более жестком варианте это есть у Konami. Но, к сожалению, такое ощущение, что они их то ли не смотрят, то ли им реально деньги с этой игры не нужны, я не совсем понимаю. Потому что раз за разом наступать на одни и те же грабли, уже можно было 10 раз понять, что шоу-таймы это, ну, не лучший вариант. По крайней мере, в той обертке, в которой они нам это все предоставляют. Вообще не лучший вариант. Но, тем не менее, нам, во-первых, их вкидывают раз, то есть вот они появляются в четверг. Во-вторых, у нас были уже четверги, когда выходит что-то новое по эпикам и выходят какие-то старые эпики, которых просто повторяют. Почему сейчас этого повтора нет, я не понимаю. Почему сейчас не повторить эпиков, не знаю, Арсенала, Барселоны, Манчестера, да кого угодно. Ну, то есть те, которые уже выходили. Таким образом, Канами пытается нам рассказать про элитарные карточки, которые один раз вышли, и если, типа, ты в тот момент не поймал, то потом уже никогда не поймаешь. Ну, по-моему, это вообще идиотизм. Ну, не знаю. Кто их бизнесу учил, я, если честно, понятия не имею. Итак, 25 игроков. Ну, естественно, надо докидывать. Естественно, еще 2130 золота я забрасываю. И это получается 2 по 10, это 1800 и еще 3. То есть 23 пака из 25 я могу открыть. Прикиньте, не выпадет. Я, если честно, охренею. Я просто охренею. С первой десяточки не выпадает, 15 игроков остается. Интересно, тут может быть спецкарта? Нет. Нет, здесь нет спецкарты, это все-таки шоу тайм. Но, блин, скажу честно, ну дорого. Ну, по сути, очень дорого. 145 игроков пришлось открыть, чтобы выбить всех трех. Так, тут еще 1300 прилетает. Окей, окей, с этим будем разбираться, когда я допишу видео. Ну, Маркиниус, надеюсь, ты не разочаруешь за такие-то деньги. Вот, по-честному, для этих карт, если бы они были на форме B, если бы у всех них был спецнавык, я бы сказал, что да, вообще, просто в добрый путь открывайте, они клевые. Единственная просто разница по сравнению с Мбаппе, допустим, условным, который левый полузащитник от команды недели, он даже по статам чуть лучше. Здесь этот хорош тем, что он охотник за голами раз, и то, что ему можно накинуть дополнительные навыки два. В остальном, в принципе, можно и левым полузащитником играть, особых проблем не будет. Поэтому, если вот чуть-чуть доработать эти карты, они мне нравятся по дизайну. Но, если чуть-чуть, хотя бы, объяснить людям, в чем их ценность, мне кажется, так будет гораздо лучше. Ну, а покупок получился вот такой. 145 игроков, конечно, дорого. Дорого, дорого, дорого. Единственное, что я могу сказать. Пиши, открывал ли ты эти паки или нет. С удовольствием тебя поздравлю, если ты ловишь все гораздо дешевле и гораздо быстрее. А на этом прощаюсь. С тобой был Морж, как всегда. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok